МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К новому учебному году. Эти работы на постоянном контроле держат власти республики. Глава региона сегодня прибыл из запланированной инспекции в Красночитайский район. Михаил Игнатьев побывал в одной из крестьянско-фермерских хозяйств и ознакомился с ходом реконструкции здания от Нарской школы. В рабочей поездке его сопровождал и мой коллега Дмитрий Ковалев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В хозяйстве Николая Лисаева урожай пока убирает только один комбайн по лесу. Но и этого агрегата хватает с лихвой. В этом году свои закрома фермер рассчитывает заполнить до отказа. Неплохие всходы дают элитные семена. Их качество глава республики оценивал на ощупь. В районе страда уже достигла экватора. На уборку вышли все хозяйства. Планируем получить в пределах не меньше 10 тысяч тонн. Планируем, если погода даст, техника, если не подведет, то в течение 7 или 10 дней мы завершим уборку. Но темпы необходимо увеличить. Глава Чувашии потребовал, чтобы на уборку полей комбайны выходили и ночью. На погоду сейчас уповать нельзя. Небесная канцелярия принесет еще немало сюрпризов. И это уже прогнозы синоптиков. Дожди-то на носу. Вчера там в северных районах прошли. Хорошо, что у вас дожди не прошли. Потом опять будем сидеть ждать. Когда есть сейчас, рассата больно-то сильно же не падает. Земля все равно уже сухая. Можно ночью ломом обмолачивать. Глава района парирует, что трудится аграрии, засучив рукава. Но идеальных показателей пока добиться не удалось. Где показатели? Результат 200 гектаров по району. Это очень мало. 54% у нас убраны уже церновые. Работ непочатый край в Атнарской общеобразовательной школе. Этим летом здесь решили провести капитальный ремонт. Заменили кровли, установили пластиковые окна. В фойе вместо деревянного пола уложили плитки из керамогранита. Новое оборудование появилось и в столовой. Современные холодильники и печи сейчас готовят к работе специалисты. Готовить на них школьные обеды повара начнут уже в сентябре. От этого практически качественная еда должна быть для детей. Это практически самое современное оборудование для наших детей. Такого ремонта Атнарская школа не видела со времен постройки. Она была возведена еще в конце 70-х. Только в этом году на реконструкцию здания из бюджета республики направили более 2 миллионов рублей. Удалось модернизировать и оборудование. Были приобретены новые компьютеры, а в одном из кабинетов установили современные тренажеры, чтобы дети не скучали во время перемен. И то, что сегодня новое оборудование в столовой школе, медкабинет оснащен новым медицинским оборудованием, но и в целом проведен капитальный ремонт, это говорит о чем? Это говорит о том, что мы все силы, ресурсы направляем для того, чтобы на самом деле дети в современных условиях получали достойные знания. Модернизации дождалась и районная поликлиника. В двух отделениях уже проведен капитальный ремонт, а на вооружение персонала пришла новая техника. Дверь не может обслуживать, рассчитанно работать на три койки, но дополнительно еще после ремонта у нас появилась еще палата для детей. Ну и это только начало. Модернизировать больницу продолжат. В самое ближайшее время отремонтируют фасад и заменят кровлю. Но главу региона интересовали и дела текущие. На пользу районной медицине пришлась электронная регистратура. Местные жители отметили, что стали активно пользоваться этим сервисом. Только в прошлом году на прием к врачам при помощи интернета записались более 4 тысяч человек. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Ознакомился Михаил Игнатьев из работы небольшого завода по производству шлангов. Несколько лет назад малое предприятие замахнулось на всероссийские рынки сбыта. Пока на заводе выпускают полиэтиленовые пакеты, поливочные шланги для приусадебных участков и транспортировки жидких пищевых продуктов. Конкурентов в Чувашии у этого предприятия нет. В этом году производство намерены модернизировать. Сейчас в цехах работает только одна линия. В ближайшее время в строй запустят и вторую. Оборудование уже приобретено. Объемы производства благодаря этому увеличатся в три раза. Итоги своей рабочей поездки Михаил Игнатьев по традиции подвел на совещании. Здесь говорили о социально-экономическом развитии района и о том, как в муниципалитете повышают заработную плату работникам бюджетной сферы. Глава Чувашии включен в состав рабочей группы по подготовке совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте России. Заседание будет посвящено развитию массового спорта и физического воспитания. Первое заседание состоится 20 августа в Москве. Открытие в городе нового детского сада всегда радостное и долгожданное событие. Правда, иногда слишком долгожданное. Так садик по улице Гладкова в Чебоксарах не могут сдать уже больше года. Сегодня республиканские и городские руководители смотрели на голые стены здания и решали, что со всем этим делать. Перерытая площадка, мрачные голые коридоры, строительные леса. Это здание не что иное, как уютный современный детский сад на 235 мест. Точнее, оно должно было им стать еще год назад. Порадовать горожан новыми местами в детском дошкольном учреждении планировалось в августе 2012-го. Потом срок перенесли на сентябрь 2013-го. Но даже человеку, который далек от строительства, понятно, что этой осенью сюда будут ходить не дети, а рабочие строители и контролирующие органы с проверками. Директор застройщика в очередной раз бодро заявляет – работаем. Работаем сейчас, как бы, планируем. На чем работаем? Работаем над тем, когда начнем стяжку, да? Планируем сейчас. Сейчас по отоплению вопросов разведем все, будем заливать. То есть даже отопление не решено? Нет, все решено, сделано, стейки подводят. Сейчас просто необходимо горизонт пройти, будем заливать. Такое ощущение, как это, вы в космос кого-то запускаете, важнейшая работа. Пока строители планируют заливать стяжку, садик заливают кое-чем другим. Видимо, вследствие каких-то недоработок на верхнем этаже образовался небольшой водопад. Где-то идет сварка, где-то покраска стены, только что прибыла фура с панелями утеплителя. Казалось бы, работы действительно ведутся. Однако на деле все как в песне. Что бы они ни делали, не идут дела. Хотя и деньги выделяются, и правительство готово идти навстречу. Прорыва нет. Понимаете, не видно, что за эти месяцы что-то изменилось. У людей, кстати, нет азарта. Что-то проверяется там тихоньку. Такое ощущение, дайте себе волю, можно еще года два вам работать. Чтобы ситуация на этом острове невезения как-то сдвинулась с мертвой точки, директору строительной компании посоветовали засыпать и просыпаться с мыслью об этом объекте. Ну, измени ментальность, подход измени. Мы же с ГУХСом отрабатываем. Погу ложить тебя спать, буди из будильника, приезжай, скажи. Мы с ГУХСом работаем. Как ребенка в детский сад могу отвозить на объект. Это бюджетные деньги, которые выделены в достаточном количестве. Подрядная организация не осваивает, не обеспечивает ввод объекта в строй. Опоздание объекта на целый год – это, конечно, ожидание родителей, ожидание детишек мы обманули. Уже сегодня с городом идут судебные процессы. Претензионные письма в адрес подрядной организации уже отправлены. Параллельно с строительством идет процесс разбирательства, почему это происходит. И соответствующие органы уже выставлены сегодня претензии. Застройщику в очередной раз дали время. В этот раз до декабря 2013 года. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня после обеда глава Чувашского правительства Иван Моторин посетил редакцию газеты «Советская Чувашия». Тем самым продолжил череду визитов в печатные средства массовой информации. Председателя кабинета министра встретил новый руководитель газеты Владимир Васильев. Он возглавил «Советскую Чувашию» в начале июля. Экскурсию по редакции решили не проводить, а сразу перейти в конференц-зал. Премьер-министр приехал в редакцию без галстука. Видимо, тем самым пытался задать определенный тон встречи. В беседе с журналистами обсуждались темы, важные и острые для республики. Проблемы жилищно-коммунального комплекса. Ситуация между коммунальными технологиями и управляющими компаниями. Проект ВСМ-2. Строительство высокоскоростной магистрали. Очереди на получение муниципального и социального жилья. Остановились также на соглашении между республикой, городом и одним из инвесторов по застройке микрорайона «Богданка». Иван Моторин пояснил, почему остановились именно на этом проекте. И пообещал, что само соглашение будет размещено на официальном сайте. Единственный плюс оказал, что он является собственником земли. То есть здесь вроде нет ущемления других застройщиков. То есть так как земля находится на его собственности. Почему мы пошли на вот эту вынужденную меру? Республика, город Чебоксар, в первую очередь, ну и на Чебоксарске, это вот два муниципалитета, в последнее время остро сталкивается с невозможностью покупки жилья определенного качества, необходимого для выполнения, о чем я на предыдущий вопрос отвечал, выполнения наших обязательств. Обеспечение детей-сирот, участковых и так далее, кто у нас получает квартиры. То есть есть стоимость квадратного метра, установленная Министерством регионального развития, 28,40. Она включает туда не просто голые стены, а вы, кто покупал квартиру, знаете, сегодня сдаются именно такие квартиры, а с минимальной отделкой. То есть это уже берите еще дороже, она будет. А мы должны это приобрести за 28,40. А в ночью в Боксарской газете «Грани» принимали другого гостя. Там прошла горячая линия по новым тарифам ЖКХ. На животрепещущие вопросы горожан готовы были ответить глава администрации, представители службы по тарифам и управляющих компаний. Но телефон от звонков не разрывался. С 1 июля этого года повысились тарифы на коммунальные услуги. Жители Чувашии уже получили квитанции с новыми ценами за свет, газ, горячую и холодную воду. По этому поводу в Новочебоксарске и организовали горячую линию, позвонив на которую, жители могли получить ответы на вопросы по тарифам от специалистов. Но, похоже, вопросов не возникло. На сегодняшний день квитанции граждане получили. Значит, они удивительного там ничего не нашли. Они были об этом проинформированы. Это одна из основных задач. А здесь уже просто обратная связь с тем, чтобы услышать горожан, какие вопросы у них в связи с теми квитанциями, которые поступили. Так как вопросов нет, значит, все идет в рамках тех нормативных документов, которые приняты. За круглым столом в редакции газеты «Грани» специалисты по тарифам ЖКХ обсудили темы будущего. В этом году впервые в России вводится социальная норма потребления электроэнергии, которая будет оплачиваться по льготному тарифу. В нашей республике переход к такому виду оплаты произойдет через год. В будущем планируется ввести социальную норму потребления холодной и горячей воды. Но те, кто использует ресурс сверх нормы, заплатят больше. Также цены будут разные для горожан и сельских жителей. Будет учитываться и количество жильцов. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Канун Дня города в Чубаксарах традиционно подводит итоги конкурса на лучшее озеленение и благоустройство столицы. С некоторыми участниками зеленой акции познакомилась и наша съемочная группа. Владимир Чугунов – профессиональный строитель. Год назад решил направить свое ремесло в творческое русло. В умелых руках Владимиром простая покрышка превращается в дикого лебедя или огненную жар-птицу. В этом году декоратор-любитель открыл для себя новый материал. Деревянные фигурки получаются ничуть не хуже металлических. Сделал домик, сделал это, мельницу и еще это, колодец. Но ради интереса для ребятишек, соседей, наши, внуки тоже приходят играть. И это интересно для них, конечно. Все вещи попробуют, как будто колодец воду набирает. И это пьют с кружкой, с кувшиной. И домик, как-то там домовой есть. И они играют, туда-сюда таскают. Для них, конечно, интересно. Еще хочу побольше сделать для детей, чтобы настроение было больше и больше. В этом году в конкурсе участвуют 10 предприятий и 17 жителей столицы из разных частей города. На протяжении двух дней конкурсная комиссия, в которую вошли представители районных отделов ЖКХ, оценивала работу претендентов на победу. У нас добавлена такая номинация, как лучше благоустройство озеленения при домовой территории, квартирного дома в том числе. И вот эта сумма, выделяемая из бюджета города Чебоксары, будет пропорционально между этими направлениями поделена. Соответственно, будут по каждому направлению первое, второе, третье призовое место. Соответственно, первое призовое место будет 50% от этой суммы, распределенной пропорционально между направлениями. Второе место получает 30% от этой суммы. И третье место 20% соответственно. Сумма денежного награждения еще не определена, но по заверению Николая Магасева обиженным не останется никто. На каждого участника будет выделено не менее 20 тысяч рублей. Имена лучших по традиции будут озвучены на празднование Дня города. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика. Сегодня в Ленинском районном суде столицы состоялось второе заседание по делу бывшего судьи Емельянова. Первое прошло в конце июля. Напомню, что в декабре 2011 года судья Верховного суда Андрей Емельянов на пешеходном переходе совершил наезд на женщину. Она умерла на месте происшествия. 30 июля подсудимый не признал свою вину и не раскаялся. Емельянов отказался от адвоката и в суде решил защищать себя сам. Сегодня он комментировал все материалы дела. Заявлял о том, что собирается оспаривать экспертизы. На заседании также смотрели видеоматериалы. Судебное заседание завершилось в пять вечером. После допроса свидетелей. Следующее заседание состоится 26 августа. Вместо традиционных 010203 и 04 всего три цифры, которые могут спасти жизнь. На всей территории России начала работать служба экстренной помощи 112. Аналог американской службы спасения 911. Куда звонить в первую очередь? В скорую, полицейским или пожарным? В ближайшем будущем россиянам не придется тратить на раздумья драгоценные секунды. Любая служба быстрого реагирования приедет на место ЧП после звонка на короткий номер 112. Причем позвать на помощь с помощью этого короткого номера теперь можно будет и с мобильного, и с городского телефона. Такую информацию сегодня можно было увидеть на новостных лентах ведущих информагентств страны. Впрочем, в Чувашии номер 112 работает уже давно. При поступлении сообщения к нам по телефону мы разговариваем с абонентом, выясняем, что у него случилось, что ему нужно, какая у него ситуация произошла. Что ему нужно, какая служба, допустим, если произошло у него какое-то заболевание, соединяем с службой скорой помощи. Если произошло какое-то в быту с газом, значит, происшествие, значит, соединяем с газовой службой, соответственно. Если какие-то аварийные ситуации на объектах ЖКХ, то есть где-то в квартире что-то вода затопило и еще что-то, значит, с администрацией единодежурно-диспетчерской службы в городе Чувашии рассоединяем. Однако изменения все же будут. Закон о создании общей системы экстренных вызовов на территории страны предполагает, что после поступления звонка диспетчер определит перечень необходимых на месте ЧП служб. А специальная электронная система автоматически установит номер и местоположение звонящего. Сообщить о проблеме можно будет на нескольких языках мира. Кроме того, в Чебоксарах должно появиться специальное здание службы 112. Правда, это пока отдаленная перспектива. Республика будет строить у нас центр обработки вызовов именно в 16-17 годах. На данном этапе идет только становление, но я думаю, тоже, в принципе, согласно закону федерального центра обработки вызовов у нас будут сидеть и переводчики, и психологи, которые будут оказывать посильную помощь именно по телефону человека. Тем, у кого не получится сразу перестроиться с двузначных номеров на единый 112, переживать не стоит. Традиционные 0-1, 0-2, 0-3 и 0-4 пока также будут действовать. Перейти на новую систему окончательно планируется только через несколько лет. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. Продолжение следует... На 9-м километре автодороги Калинина-Батрево-Яльчики 18-летний водитель не уступил дорогу и столкнулся с мопедом. Прокидывание машины в кювет произошло в Канажском районе. В результате 58-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице. Всего за последние три дня выявлено 72 водителя в состоянии алкогольного опьянения. На чемпионате мира сборная России начала собирать медальный урожай. В ходьбе у женщин на 20 километров на старт вышли три спортсменки. Елена Лошманова, Анися Кирдябкина и Вера Соколова. Вскоре после старта от пилотона отделились две спортсменки. Россиянки, как и в случае с мужской гонкой, тут же бросаться в погоню не стали. Отгонять соперниц Елена Лошманова и Анися Кирдябкина начали лишь незадолго до 10-километровой отметки. После они шли вдвоем. Вопрос состоял только в том, в каком порядке россиянки пересекут финишную черту. Наша землячка Вера Соколова на трассе совершила стремительный рывок и за один километр перебралась с седьмого места на третье. Правда, по мнению судей, 26-летняя россиянка дважды нарушила правила. А на стадионе получила третье, последнее предупреждение. Удаление Соколовой буквально за несколько метров до финиша лишило Россию возможности полностью занять пьедестал. В результате бронза досталась спортсменке из Китая. Одну из первых нашу спортсменку после финиша встретила директор спортивной школы ходьбы Алина Иванова. В прошлом прославленная спортсменка, чемпионка мира 91-го года. Она считает, что в спор за медали вмешалась политика. Похожи, судьи не хотели отдавать россиянкам весь пьедестал. Ну, если так строго судить, у всех были какие-то поддельности, скажем так. Но она не хуже других шла, не хуже, скажем, тех же сзади, которые шли, двух китаянок. Не нам судить. Каждый судья, как думает, какое настроение от него сдавит. Вот она рядом, недалеко стоит. Она расстроена очень, конечно, слезы на глазах. В прошлый раз на универсиале она была расстроена. Уже мысли, говорит, подкрадывается, бросить. Еще одна спортсменка из Чувашии, Кристина Савицкая, выступающая в Семиборье на чемпионате мира по легкой атлетике, получила тяжелую травму во время метания копья и была отправлена на машине скорой в больницу. По последним данным, у Кристины Савицкой защемила спинной нерв. Рядом с ней находятся врачи сборной. После пяти видов россиянка занимала 15 место. На сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова